Ребята, пожалуйста, садитесь. Если бы вы только могли знать, насколько сильно мне сейчас наплевать. Тогда слушайте вы. Как ты смеешь так разговаривать? У тебя кумир, случайно, не Гитлер? Всё хорошо будет. Я с этой Мегерой в одном классе не останусь. А эту учёку я устрою примерную ученицу. Круто! Я знала, что ей понравилось. Да, кстати, мне ничего и делать-то и не пришлось. Слушай, всё, мама, да ты неотразим. Ничего ты-то не добавник, а самый настоящий покоритель учитерских сердец. Да! Встаньте, отпустите, я сейчас маме позвоню. Успокойся. Патан, слушай, сюда. Мы сейчас втроём пробираемся в класс, мы стоим на шухере, а ты в этот момент подкладываешь новые училки в ящик. Вот это. Вы что, с ума сошли? Я этого делать не буду. Ещё как, будешь, иначе мы ей покажем вот это. И ты, наверное, после этого не будешь для неё лучшим мальчиком в классе? Нет, нет, хотите, я вам все деньги отдам, дежурить за вас буду, обеды носить вам буду. Будешь, будешь. Только сначала вот это. Давай, быстрей. Давай, давай. Слезет. Ребята, здравствуйте. Садитесь. Ребята, мы с вами начали знакомство не самые лучшие ноты. Предлагаю тебя исправить. Давайте посидим и познакомимся поближе. К какому идее? Юлия Викторовна, хорошая идея. Мальчики, бегом в столовую за посудой. Да, очень хорошая идея. А что за торт? Наверное... Полина! Спасибо, но мы на диете. Кстати, мальчики, вы знаете, для себя? Нет, не знаю. Слышь, может мы зря все это... Чулка вроде нормальная. Да и потом она расстроили. Может и зря. Только если я Луиску поддерживать не буду, она со мной больше никогда гулять не пойдет. Ты же со мной? Да, с тобой. Мы с тобой в любом случае молчать будем. Да, с тобой. А вот и мы. Ооо! 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 Ооо, у меня еще шоколадка есть. Я сейчас... Давайте я. Да что, это ну прилично. Причем, у меня... Да как вам это в голову пришло? Я к вам со всей душой, а вы... А дальше что, сложен на меня полезти? Спасибо вам, дорогие мои. Урок окончен. И приберите тут все. Ребята, вы что, совсем что ли? А ну-ка признавайтесь, кто это сделал. Хотя я от счастья догадываюсь. Луиза, я же просила. Маш, да ты чего? Я вчера наказанная весь вечер дома просидела. И сегодня пришла позже всех. Мне она, конечно, не нравится, но не до такой степени. Ну, допустим. Признавайтесь, а то я не знаю, что с вами сделаю. А это, наверное, тот, кто сегодня не пришел. Так сказать, решил голову в песок спрятать. Семен? Да нет, не может быть. Может, может. В тихом эти, как известно, черти водятся. Ну, и это анимешно-то тоже может быть. Чего? Того. А может быть, это ты? Не, я весь вечер у Ника дома был. И он, и его родаки подтвердят. Ужас какой. Ладно, пойдемте на английский, а после пойдем все вместе извиняться. Ну что, пойдешь с нами обедать сегодня? Я, я даже не... Быстрее! Да, пойду. Вот и славно. Тогда в час в столовой. Идем? Да. Да что сейчас было? Может, вместо меня с ней будешь дружить? А может, и буду. Она явно полнее тебя будет. Пойдем. Пойдем. Значит, так, сейчас заходим, извиняемся и говорим, что такого больше никогда не повторится. Понятно? Понятно. Можно? Заходите. В общем, мы так и не выяснили, кто это сделал, но я, как старостокласса, готова пообещать вам, что такого беспредела больше никогда не повторится. Да, я на самом деле вас их давно уже простила. Я понимаю, что тяжело привыкнуть к новому человеку. Да и я по отношению к Глубе была крайне импульсивна. Обещаю впредь быть лояльнее. Ну тогда и вы меня извините. Наконец-то. Леночка, ты греешь. Так, ладно, теперь всем пора домой уже извиняюсь. О! Лен, ты идешь? Ты издеваешься? Да замолчи ты, наконец. Лена теперь наша общая подруга. И в воскресенье вечером мы все вместе собираемся у меня дома на пижамную вечеринку. Но ты же приглашала только меня. Ну и что? Я с удовольствием принимаю Лену в наши ряды. Я так рада. Помолчи. Луиза? Да сколько можно? Поля, ты же знаешь, что мы лучшие подружки навсегда. Все не так просто, вот увидишь. Тем более, на фоне такой забухрышки мы будем выглядеть еще лучше. Улавливаешь? Кажется, да. Ну что ты собираешься делать? Пока секрет. Но обещаю, мы здорово повеселимся. Хорошо, я поняла. Ну вот, Поля все поняла. И больше не злится. Подружки? Подружки, я так рада. А я-то как? Ну что, домой? Сидем. Во, какие люди. Привет. Привет. А это что тут делает? Я, наверное, пойду. Нет. Что же вам всем все приходится объяснять? Егор, Лена теперь со мной. С нами. Я так решила. Или, может, ты против? Нет, нет, я не против. Вот и отлично. Ну, ладно, я пойду. Мне сначала в библиотеку забежать нужно. Иди. Ну ты даешь, Луизка. Зачем тебе эта серая мышь? Что ты, только искренняя дружба. Да что ты говоришь? Ладно. Во-первых, на фоне этой мышки я буду выглядеть еще лучше. А во-вторых, мне попросту скучно. Отличное у тебя развлечение. Ладно, на урок опоздаем. Пойдем. Во, дорогие люди. Где пропадал друг? Отстань. Ну вы такие мы смелые. Что, страх поселять? Стоп, чип! Семен, я была от тебя лучшего мнения. После школы поговорим. Извините. Тема нашего сегодняшнего урока – простые и сложные приложения. Открываем читать, записываем число классная работа. Ну и что это сейчас было? У тебя планы насчет Лены, а у меня насчет Бутана. Эй, ты куда? Мы вообще-то всегда вместе ходим. Это правило нашей дружбы. Да я почитать хотела. Ничего страшного. Лена просто еще не привыкла. Иди, почитай. Что читаешь? Книгу. Знаешь, я тоже когда-то читал. Верискин рассказы. Знаешь такую? Знаю. Круто. А о чем твоя? Ну смотри. Она о семерях подростков. Им по 11-13 лет. Взрослые не хотят им помогать. С чем с тем они? Ах, ну, ах, ну. А еще там была такая девочка рыжая. Ее звали Беверли. У нее... Вероника, ты чего? Да я время подошла спросить. Пойдем. Давай, подружка. Пойдем. О, ты очень вовремя. Помнишь, я тебе говорила про джамскую вечеринку? Так вот, она переносится на сегодня. Сможешь? Смогу. А что мы будем делать? Вот об этом мы и хотели поговорить. Смотри, у нас есть тетрадка секретов. Каждый из нас пишет туда свои самые сокровенные тайны. А потом мы в кругу самых близких, то есть нас, читаем их все вместе. Здорово, правда? Ну, я даже не знаю. Это же мои секреты. А то что? Нам не доверяешь? Мы же лучшие друзья. Ну да, наверное. Только можно я дома не сейчас напишу? Конечно. И вечером принесешь. Мы уже свои написали. Только не читай заранее. Хорошо. Не боишься, что он наши секреты кому-то расскажет? Во-первых, не решится. А во-вторых, я туда какой-то бред написала. Постой. Только не говори, что ты написала правду. Ну да, мы же всегда так делали. Какая же ты глупая. Ты одна всегда так делала. Или тебе мой секрет о том, что мой папа Майкл Джексон тебе не показался странным? А это что, не так? Полина. Так, мне пора готовиться к вечеринке. А ты? Знаешь что? А позови-ка ты весь класс. И ни слова о пижамах. Поняла? Поняла. Привет, меня зовут Оля Крутонок, мне 13 лет. Привет, я Ксюша, мне 14 лет. Меня зовут Анохия Радион Денисович, мне 12 лет, ему рост 165 сантиметров. Всем привет, меня зовут Козлов Григорий Валерьевич, мне 12 лет, живу я в городе Москва. Саша Новицкий, мне 14 лет, я актер, снимаюсь в кино с трех лет. Меня зовут Павлина, мне 11 лет, я из города Москва. Кристина Скалкина, 19 лет, я учусь на факультете журналистики на втором курсе. Здравствуйте, меня зовут Никита Подрис, мне 12 лет. Приветики, меня зовут Мария Шахматова, мне 12 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова